Игнасио Гомес Ура – обладатель самого высокого из мужских оперных голосов. Его диапазон – три октавы. Одновременно он и тенор, и лирический тенор, и контратенор. Музыкант родился в Чире, в Патагонии. Там же обучался оперному пению. Также брал уроки у теноров в Сантьяго, в Нью-Йорке и в Калифорнии. За 20 лет музыкальной карьеры Игнасио Гомес записал более 60 альбомов на четырёх языках – английском, итальянском, французском и родном испанском. В планах у певца выпустить компакт-диски и на русском. Репертуар музыканта широк. Он исполняет оперные, классические, популярные композиции, рок, джаз, любовные баллады. Мастер не случайно посетил наш город. Его жена родом из Севастополя. Но главная миссия музыканта – знакомить с культурой его страны. Ученикам 45-й школы он рассказал о Латинской Америке, о Чили, о своей карьере и поделился секретами успеха. «Я уже был и в Калифорнии, и в Беверли-Хиллз, и в Голливуде, во многих местах. И могу точно сказать, чтобы достичь успеха, мало мечтать. Чтобы ваши мечты исполнились, вы должны много трудиться и каждый день рано вставать». Игнасио Гомес Ура занимается и благотворительностью, устраивает бесплатные мастер-классы, делится опытом с людьми по всему миру. Общение с чилийцем – важный опыт для учеников 45-й школы, ведь учебное заведение специализируется на углублённом изучении испанского языка. «Я, например, изучаю этот язык уже 10 лет, и мне интересно именно пообщаться с человеком, который всегда разговаривает на этом языке, который какие-нибудь сленговые слова может рассказать. Вообще, это очень хороший опыт». «Общение с носителем языка дает такую возможность детям преодолеть барьер. Дети боятся разговаривать и не знают, как правильно себя преподнести. А такого вида неформальное общение дает возможность им себя проявлять и попрактиковать испанскую речь». Встреча учеников 45-й школы и певца проходила в режиме диалога. Ребята общались с тенором, задавали ему интересующие вопросы. В ближайшее время Игнасио Гомес Ура в учебном заведении проведёт мастер-класс по пению. Тенор планирует поделиться опытом и с воспитанниками первой музыкальной школы, а также принять участие в совместном концерте с Севастопольским муниципальным симфоническим оркестром. В нашем городе Игнасио Гомес пробудет до конца апреля. Он отмечает, это не последний его визит. Певец нацелен на тесное сотрудничество с российскими музыкантами». Елена Корнухова, Виталий Коломец, информационный канал Севастополя.